Охотники за привидениями Наверняка заметили, что тонально он абсолютно не соответствует оригиналу из 80-х годов И тем более он не соответствует сиквелу и уж совсем он не соответствует 2016 году Хотя именно про 16-й год, скорее всего, все, конечно, и вспомнили То есть называть возвратом к истокам то, что здесь показали, это не совсем правильно, казалось бы Потому что ностальгия Спилберга и странная хоррор-комедия, которая, по идее, работает не должна, но как-то так получается, что работает Они не очень хорошо сочетаются друг с другом И тем не ж менее Тем не ж менее Именно по этой причине я и нахожу охотников за привидениями такими удивительными Люди романтизируют их, как и огромное количество ностальгических франшиз Но очень по-особенному и по причинам, уникальным, я бы даже сказал, для этой конкретной франшизы Такого, может быть, где-то еще и можно встретить, но не сразу Не сразу, нужно будет как следует подумать Про сам трейлер мне по большому счету сказать особо нечего Это очередная передача факела Но на этот раз, по крайней мере, в ней есть сценарий По крайней мере, мы не будем смотреть на то, как Мелисса Маккарти два часа пытается шутить про то, что она жирная И все, больше других шуток у нее нет Как пришлось делать 4-5 лет назад Внуки Игона Спенглера переезжают в его заброшенный дом, где находят старые девайсы, открывают для себя дивный новый мир Все кадры в этом трейлере нацелены на то, чтобы пробудить вас чувство не комедии или трагедии какой-то, и даже не драмы А чувство открытия, да? То есть это, как многие дальше будут замечать, фильм ориентированный, предположительно, на детскую аудиторию Аудиторию, которая с этой франшизой будет знакомиться, возможно, впервые Которая, так же, как и главные герои, будет находить там ловушки, протон-паки, все остальное прочее И становиться настоящими охотниками за привидениями Вы тоже можете стать им, если купите наш мерч Казалось бы, абсолютно стандартная тема Но потом вы вспоминаете, что буквально то же самое происходило в 90-е и в конце нулевых Почему я и считаю охотников за привидениями такой уникальной франшизы Особенно их романтизацию И, конечно, я считаю уникальными вас, мальчики и девочки, за то, что вы подписываетесь на канал Культа с живьем Потому что вам нравится моя рожа, или мой голос, или темы, которые я освещаю буквально практически почти каждый день И даже вот подобные аудиториалы обсуждений иногда устраиваю Подписывайтесь с колокольчиком на все оповещения, будет весело Вот как обычно протекает романтизация классической франшизы, про которую уже никто не помнит Возьмем, для примера, какой-нибудь Космический джем Уже не совсем актуальная тема, но недавняя, достаточно, вы про нее еще помните, по крайней мере Космический джем 96-го года не был таким уж хорошим фильмом, откровенно говоря Он даже близок к теме, потому что там тоже продюсером был Айван Райтман И там тоже был Билл Мюррей, которого он туда затащил Ну и отвлекся, как обычно бывает Вы долгое время не смотрите оригинал и начинаете думать, что он был немножко лучше, чем есть по факту А потом множко лучше, чем есть по факту, год за годом проходит И вот вы уже думаете, что, блин, сейчас как тогда не снимают Что вообще-то правда, да, сейчас действительно как тогда не снимают Сейчас снимают немножко по-другому Не всегда в худшую сторону, правда говоря Но только вот Космический джем не имел никаких дополнительных проявлений Между своим жизненным циклом от оригинала до ремейка слэш ребута слэш продолжения В отличие от Охотников за привидениями, которые имели огромное количество сопутствующих материалов От игрушек до сериалов Наверное, самые известные из них будут реальные Охотники за привидениями Тот самый, где была вот эта вот готишная девочка, с которой я видел огромное количество Правила 34 больше, чем здоровому человеку, наверное, стоит Все эти годы Охотники за привидениями так или иначе оставались в инфополе Не всегда активно, но постоянно с ними выходило что-то От сериалов до мерча до видеоигр Например, одну из них считают буквально продолжением официальной трилогии Завершением той самой трилогии Это культовая классика, которую большое количество человек любит И мы сейчас не будем ее обсуждать Дело в том, что за вот всем этим огромным количеством мерчей и сопутствующих материалов Люди потихоньку начинают забывать про что оригинальный фильм вообще был Как я понимаю, у них было несколько бумов популярности Не только после оригинала, но еще и где-то года в 90-е Когда вот сериалы появлялись Когда новое поколение тогда детишек уже, а еще не бумеров Начинало открывать франшизу для себя впервые И думали больше о приключениях Да, о возможностях, которые вот эти вот протон-паки дают Как классно было бы ездить на этой офигенной точиле И стрелять в привидения, и помещать их в ловушки Это здорово, это прикольно выглядит И при этом никому из них не приходило в голову Что оригинал был про трех чуваков Впоследствии четырех Которые решили сделать стартап За счет ловли привидений Потому что у них были какие-то суперкрутые экспериментальные технологии И один из них был вообще жуликом Который толком не понимал, как вся эта тема работает Но хотел заработать бабла И вот как-то дальше все завертелось А четвертый вообще туда пришел просто на зарплату Это довольно странный тип комедии, на самом деле Который изначально должен был быть хоррором Если вы слышали, как Дэн Экрейт, например, в своих интервью Про оригинал говорил Изначально франшиза, ну даже не франшиза, а просто фильм оригинальный, да Он планировался именно как хоррор И по, например, открывающей сцене, которая очень интересный тон задает Да, я могу понять, что он имел в виду А потом в 2016 году вышли всеми нами любимые охотницы за привидениями Состоящие из двух часов кривляния Мелисы Маккарти Шуток про то, что она жирная Про пельмешки Про то, что сила шлепка избавляет тебя Это я сейчас не кривляюсь, если что Это буквально звук, который они издавали Все еще свежий рейтинг от профессиональных критиков на Rotten Tomatoes, кстати говоря Аудитории оказались немножко более скудного мнения Но мы же все прекрасно понимаем, что это клятый мисогенист, правильно? Имею в виду, не будет же Сорья, Надя, Макдональд нам врать Говоря, что да, это, конечно, полный отстой Ну, по крайней мере, присадили вот этим клятым мисогенистом Патролировали немножко, надо было идти с этим до конца Или Майкл Филлипс, который, судя по его аватарке, выглядит как мужчина-феминист Мы, кстати, пару дней назад разбирали, как обычно эти мужчины-феминисты с розовой бородой заканчивают Что версия 1984 года Это, конечно, очень странно, что она стала феноменом таким культовым Но нет, на самом деле, такие вещи обычно культовыми и становятся Но 2016 года версия становится настоящей войной между мужчинами-идиотами Вот этими вот клятыми белыми мужиками И всеми возможными женщинами Подразумеваю, что женщин-идиотов в этом числе не было, конечно же Я, как и вы, конечно же, помню это славное поле битвы Мы тогда здорово посмеялись Но прикол-то вот в чем Из-за того, что охотницы 2016 года откровенно насрали на светлую память франшизы Даже если эта память не совсем была реалистично оправданная Она от этого только приумножилась Да, она стала только сильнее Потому что люди из-за вот этого вот социально справедливого гона Из-за действия в свою сторону Начали оказывать противодействие, как обычно получается Их светлая память только приумножилась Понимаете, что я имею ввиду под особенностью романтизации Да, если какие-то другие франшизы могут романтизироваться За счет того, что их просто забыли, а потом внезапно подняли То охотников за привидениями и не опускали Но у них из-за того, что было вот несколько бумов Да, которые привели к смене поколения Люди совершенно забыли, какой тон был у оригинала И начали представлять у себя в голове Как будто тон там был, вот как сейчас в трейлере показывают От сына Айвана Райтмана, как я понимаю Вообще, что для меня не характерно, я хотел бы отдать должное печатной прессе Которая проявила себя с более-менее адекватной стороны Я не нашел большого количества социально справедливых статей Которые пытались бы ребут 2016 года выгораживать Потому что никто в здравом уме нормально его выгородить не может И наоборот, я вижу заголовки Причем от таких изданий, как Screen Run Которые отличаются тем, что лижут Голливуду задницу при любой возможности Они пишут заголовки вроде того, что Охотники за привидениями, Новое поколение, или как его там у нас в итоге перевели Они исправили самую большую ошибку ребута 2016 года А именно, не наплевали на свое наследие И признали, что, наверное, все-таки оригинал действительно имеет право на жизнь И те тупые мужики, цисгендерные, которые в нем участвовали У них действительно был талант настоящих комиков Может быть, это было не что-то, о чем вы хотите забывать и плевать на их наследие Да, я понимаю Может быть, плевать на лучшие годы Билла Мюрре и Дэна Экрейда Это действительно не лучшая идея Согласен, абсолютно Особый интерес у меня вот этот материал вызывает от издания The Rap Многие в Твиттере начинают вспоминать, что вроде как Охотники за привидениями были комедией все это время А в трейлере показывают нихрена не комедию Казалось бы, Sony своим новым инстольментом во франшизе Хотят завоевать любовь фанатов обратно Но как они это будут делать, если тон нового фильма совершенно не соответствует тому, к чему они привыкли Что они ожидали увидеть Но вот это на самом деле сложный вопрос Потому что каким был именно тон оригинала, ответить довольно сложно Казалось бы, комедия Но все помнят Охотников за привидениями как комедию Особенно Патрик Уильямс помнит их как комедию И Джей Бауман помнит ее как комедию Это я напоминаю, ребята из Red Letter Media Также известного как лучший канал на Ютубе вообще Новый трейлер Охотников за привидениями выглядит неплохо, как бы, да Но очень просто странно выбирать именно этот угол для маркетинга Какую-то спилберговскую ностальгию Которой на самом деле не было в этом фильме и в этой франшизе Она никогда про это не была Но зато хорошо, что там PS5 показали в конце трейлера Да, я, кстати говоря, тоже не понял, в чем прикол Проблема в том, что когда вы начинаете пытаться определить вот прям точный, железный тон Оригинальных Охотников за привидениями То вы начинаете метаться между нескольких одней Между комедией и немножко драмой, ну ладно, ее там слишком мало Поэтому можно опустить потом хоррором И при этом еще и Слайс оф лайфом Да-да, тем самым Слайс оф лайфом, как вам в аниме показывают Замечательное аниме про трех мужиков, престарелых довольно-таки Которые решили на склоне лет организовать стартап И он очень сильно взлетел, потому что привидения существуют Здорово И потом еще и адвенчура в этом тоже есть, как ни странно Адвенчура, причем, как показывает, время выиграла Потому что это то, что люди от Охотников за привидениями ожидают И это именно тот тон, которому пытаются соответствовать новые Для нового, видимо, поколения, я так представляю Но по факту ведь люди правы Так странно видеть, как маркетинг фильма пытается ностальгировать по Охотникам за привидениями Которых никогда не существовало Знаете, что я больше всего люблю в Оригинальных Охотниках за привидениями? Я люблю вот это вот чувство семьи, ценности семьи, потери, необходимость верить в себя Принимать свое прошлое и жить в маленьком американском городке Вот этот вот романтизм маленького городка Все то, что в Оригинальных Охотниках за привидениями было Но помните, вот тот фильм, который шутил про то, что я работал в частном секторе научном Они ожидают, что ты реально какие-то результаты будешь выдавать Такие там были замечательные шутки Ну немножко разные вещи, короче говоря Это не тот инстальмент, на который люди рассчитывали Да не то, что они ожидали увидеть Это что-то новое с другой стороны Даже пусть выглядит еще и неплохо Чем больше я думаю об этом, тем меньше понимаю, как они умудрились делать из оригинала франшизу Это очень простая, определенная, но в то же время гениально исполненная идея Надо отдать должное Так называемая молния в бутылке Которая непонятно как туда попала, но она попала Гениальные комедийные актеры выдают охрененный перформанс С очень качественно написанным текстом Который ориентирован на их сильные стороны Все делает смысл Все находится на своем месте Вы смотрите и вы просто понимаете, что происходит Даже если вам не всегда смешно, когда нужно Люди по-разному воспринимают юмор все-таки Как минимум вы можете оценить его Как минимум вы понимаете, почему оно именно так, а не по-другому И весь этот качественный, довольно тонкий юмор замечательно обернут в хоррор и slice of life Вы помните эту классическую сцену, когда они поднимаются наверх здания под самый конец Для финальной схватки так называемой И они очень-очень медленно идут по круговой лестнице, потому что лифт не работает Они жирные, старые И в этом, в общем-то, вся суть истории заключается Если вы спросите у меня, вообще, не будучи знакомыми с темой Что такое Охотники за привидениями То я смогу показать вам вот эту вот одну сцену И потом еще, как они стреляют из своих протон-паков по привидениям, может быть Но вот эту вот одну сцену вам покажу И, в принципе, суть будет понятна В оригинале Как вы понимаете, все, что было после него Представляло из себя что-то совершенно другое Кроме, может быть, сиквела Да, потом появились Охотницы 2016 года Которые вместо качественно прописанного текста Предложили Мелисси Маккарти выйти на камеру И делать смешные вещи Говорить смешные слова Вы же из СНЛ, правильно, девочки? У вас же есть шутки? У вас же есть шутки? Но телефоны у вас есть, и шутки тоже есть Смейтесь над пельмешкой Смейтесь над тем, как большая черная женщина Бьет Мелиссу Маккарти по лицу И она кричит Смейтесь над Крисом Хемсвортом Который состоит из банок Но при этом он все еще белый тисгендерный мужик Поэтому он конченный идиот Причем даже не метафорично А в буквальном смысле он отсталый И это как бы смешно Потому что он горячий и при этом отсталый Почему вы не смеетесь? Почему вы ставите нашему фильму плохие оценки Я не шучу, если вы вдруг за инфополем В 2016 году не следили То именно этот нарратив Прогрессивные и социально справедливые войны Продолжали поддерживать Естественно они делают это и сейчас тоже Вы ожидали увидеть в этом видео Бриану Вук Та самая Брианову Деятель видеоигровой индустрии Два раза неудачно баллотировавшаяся В парламент или конгресс США Я уже забыл Жертва геймергейта в конце концов Достаточно обширный послужной список Естественно она пишет, что Поздравляю инцеллы Вы ненавидели женщин в 2016 году Когда смотрели охотник за привидениями А теперь вы получили детей охотников за привидениями Которым помогают мама с папой Поздравляем, это то, что вы заслужили Мы снова возвращаемся к этой замечательной теме Что охотниц с 2016 года ненавидели Чисто потому что они женщины Несмотря на некоторое количество Действительно не ироничных Мизогиных комментариев Которые начали хейтить еще до того Как фильм вышел И до того, как стало понятно Что это будет полным отстоем То есть до первого трейлера А только когда их фотки первичные показали Несмотря на это откровенное меньшинство Я думаю, можно все-таки говорить Что проблема была не в них Проблема была не в том, что Охотниц за привидениями играют женщины Проблема в том, что их играют Невероятно несмешные женщины У которых нету никакого материала Из которого можно было бы выжить хоть что-то Они выходят перед камерой И начинают импровить Это то, чем они два часа занимаются Они импровят Причем импров Даже если вы в нем хороши У него есть подходящее время и место Которое, я напоминаю Не на всем протяжении фильма Делать весь фильм чисто из импрова Ну, можно попытаться, конечно Вот они попытались Но ничего хорошего из этого, скорее всего, не выйдет А, ну и плюс к давящему отсутствию юмора Там еще был откровенный обсер Оригинальных охотников за привидениями Билл Мюррей, который выглядел так Как будто он уже мертв Прямо на сейте Хочет находиться где угодно Но только не там А потом его тащат на СНЛ Или к Джимми Киммелу Или еще куда-нибудь Где он должен говорить Что эти девочки очень смешные Идите на фильм, пацаны Но даже в таких трендах Поднимаются интересные вопросы Почему эти охотники за привидениями Про детей? Ведь все фильмы, которые я помню Включая сериал, который был про подростков Они обычно про взрослых каких-то людей Там это были даже не совсем подростки Там это уже были студенты колледжа То есть вполне себе такие Более-менее взрослые ребятки Такие на минимальный уровень взрослости у них был Довольно, кстати говоря, разнообразный Подумайте об этом Там был мексиканец Там был черный чувак Там был инвалид И готичная девочка Которую не понимают Но при этом все вокруг хотят И ни у кого не возникало проблем, кстати говоря Наверное потому, что не было давящего количества статей в печатной прессе Про то, насколько эти охотники прогрессивные И про то, насколько белые мисогинисты их не оценят И вообще это не для них Таким образом вызывая реакцию Чтобы не оценивать Такое ощущение, будто для того, чтобы сделать культовый сериал Который люди будут вспоминать с любовью через много лет Нужно просто сделать так, чтобы он был качественным И хорошо написанным И прикольно отснятым Или анимированным Короче говоря, чтобы это был хороший продукт Я понимаю, это сумасшедшая идея Но вот представьте себе Но ответ очень прост Если оригинальные охотники за привидениями Даже не то, что были ориентированы на определенную аудиторию Тогдашних бумеров А просто имели под собой такой вот премис Что это старые чуваки, которые пытаются сделать стартапы И с ними случаются одновременные комедийные И при этом страшные вещи То сейчас охотников за привидениями помнят Именно как франшизу про открытие Про вот эти вот невероятные возможности и полет фантазии И протон паки стреляют крутыми лучами Мы охотимся на привидений, которые как-то классно выглядят И гигантская зефирка ходит и рушит здание Потому что все помнят гигантскую зефирку Которая рушила здание Поэтому она должна быть везде теперь Я не знаю, я лучше помню слаймера, чем зефирку, например Слаймер, кстати говоря, в этом троллере тоже есть Вспомнили все классические вещи Молодцы, прям на все кнопочки нажали Мне, если честно, хочется этот фильм посмотреть Тупо ради реакции общественности Которая незамедлительно последует Ради войны между социально справедливыми воинами Которые считают, что шестнадцатый год захейтили Чисто за женщин И наоборот, тру-олдами Которые плохо помнят тон оригинала Но при этом понимают, что любить нужно абсолютно все, что угодно Кроме шестнадцатого года ребута И правда будет, как всегда, где-то посередине Но кто на нее будет обращать внимание Правда обычно довольно скучная Я просто нахожу эту тему потрясающей в каком-то смысле За ней интересно наблюдать Что я дальше делать и буду И вам спасибо, мои дорогие мальчики и девочки Что вы наблюдали за мной эти икс минут Подписывайтесь на канал Культа за живьем Ставьте лайки с комментариями для того, чтобы видео в алгоритме продвигать Колокольчик на все оповещения Ставьте И конечно же спасибо вам за то, что вы такие классные Люблю вас